Астрология, астрология, она продолжается у нас, вы не забыли, надеюсь, то что именно эта тема нас интересует, но на самом-то деле меня больше всего интересует тот расклад, который сейчас есть. Подкрепления потихоньку подходят, но все же мы должны еще больше потенциала накопить для конкретного категорического удара под Дейл, чтобы раз и навсегда прекратить любые расхожие мнения по поводу слабости нашего государства, чтобы зафиксировать победу на века, и дабы будущее поколение орков, эльфов, гномов и остального, хотя я не планирую будущее поколение, например, гномов и эльфов. Ух ты! Блин, опять же Дейл, ну что такое? Как раз если бы у нас удалась кампания, которую мы ранее проводили, мы бы успели. Но сейчас надо постараться, честно говоря, может шансы есть его раздобыть. Вот этот регион нужно запомнить и вперед в него устремиться на всех парах. Есть варианты, да? Ну, так, как же решить, Дарвиньо нужно брать или нет? Как вы думаете, стоит ли его оставить руну или, может быть, взять нам? Давайте попробуем воспользоваться той же ситуацией и, наверное, заберем. Я жадный, я понимаю, но не хотелось бы мне упускать такую возможность. Руну тоже требуется подкрепление, но рано или поздно рун станет нашим врагом. Надо рассчитывать на эту ситуацию и, исходя как раз из вот этого самого момента, планировать свою дальнейшую деятельность. Переформируем войска. Вот так. Ой, а тут ходить особо далеко не получится, ладно. Жалко, надо было подкрепление туда подогнать, хотя они бы рискнули встретиться с остатками врага, вернее, с другими побочными дополнительными отрядами врага и был бы вариант плохой. Что ж, ну, по крайней мере, мы устремились таким вот макаром. Я назначил в Христовый поход еще один стэк, ради чего? Ради того, что, может быть, бы ход увеличился. Не сильно он увеличился, впрочем. Ну да ладно. Ну да ладно. У нас еще в Бурхе есть войска. Да, между прочим, я почти забыл про них. И здесь войска потихонечку нужно отовсюду вылавливать и вести, вести, вести вперед множество стэков, дабы задавить Дейл, если не своими умениями, то количеством, числом. Что ж, виды астрологии. Мы остановились на них, я не успел о них вообще поговорить. Мы начали битву, ну и в прошлом цикле так оно все и завершилось. Так-то вот. В остальном же тут технические различные нюансы, так что можно переходить к видам астрологии. Астрология, которая предсказывает судьбу. Есть такая астрология, ну то есть астрология, посвященная судьбе человека. Понятное дело, что это связано с знаками Зодиака, с тем месяцем, когда он родился, с тем числом месяца, когда он родился, может даже с годом высокосным или нет, когда он родился. То есть вот эти все нюансы как бы приобретеляющие его дальнейшую жизнь. И дальнейшие поступки отчасти тоже. Есть еще астрология, которая конкретно может ответить на определенный вопрос. Вот если у вас возник какой-то вопрос, то она может с помощью различных вычислений, различных таких способов угадывания. Еще же нумерология есть, друзья. Нумерология это как бы к магии можно отнести, но с другой стороны... Да, это тоже фактически ненаучная, безусловно, никакого отношения к научности не имеющая. Она имеет под собой основание. На основании чего? Вся вселенная, она действует по математическим законам. Открытым, либо неоткрытым. Без разницы. То есть числа, по сути, играют основную роль в строении окружающего мира. И поэтому все те результаты, которые получают нумерология или астрология, они иногда могут прослеживать тенденцию. То есть как бы угадывать тенденцию самого потока реальности. То есть как происходят события. Ведь в мире же все закономерно. То есть мы живем по физическим законам. Есть причина и следствие. То есть пошло какое-то действие, и соответственно у него есть определенные последствия. То же самое здесь. То есть какие-то такие тенденции она может замечать и прослеживать. В этом, пожалуй, сильная сторона. Но угадывает эти тенденции астрология редко. Почему? Потому что это не научная дисциплина. В ней слишком много притянуто за уши. Как говорится, заштопанный презерватив реально. То есть штопают на ходу дыры, которые не соответствуют тому распорядку, который есть. Есть также множество мистических практик воссоединения с космосом. Блин, там ну все что угодно, что вы можете предоставить. Так же само, как мы обсуждали вот эти вот стороны различные. То есть по сути есть то, что относится к человеку, к его судьбе. Есть относится к различным предсказаниям погоды, событий и всего такого. Есть новая же астрология, которая касается вплоть до любовных отношений. В общем, все что касается нашей жизни, как общества и как отдельных индивидуумов, астрология может делать. Почему? Потому что это шоу-бизнес, по сути. Это такая себе профессия. Чем бы ее сравнить? В какой-то мере это игра в наперстки. Но в другом отношении это очень древняя дисциплина, которая безусловно к науке имеет посредственное отношение. Но тем не менее, благодаря ей многие науки обрели ту структуру и тот вид, который у них есть сейчас. И, между прочим, астрология непосредственное отношение имеет к миру Толкина. Почему? Потому что человек наверняка увлекался этим. У него есть такое понятие, как гармония. Гармония сфер. И эта гармония, музыкальная сфера, она часто сравнивается с этой музыкой, якобы звезд космоса, которая все вместе, вот гармония вселенной, она взаимосвязана в такт, балансирует. И, в общем, все это вот так происходит. Что бы это ни значило. Как бы. Вот что, друзья. Просто мы не успели. Дарвинион пускай захватывают. Я все-таки решил сосредоточить свое внимание на совсем другом направлении. Там есть еще несколько городов дейльских. И сейчас давайте постараемся с Аравом разобраться и двигаться, двигаться далее, далее, далее. Там вполне себе Саруман с рунцами разберутся. Не будем затрагивать те моменты. Само собой, астрология очень сильно повлияла на нашу культуру. Громадное количество архитектуры, громадное количество памятников, других интересных и великолепнейших построек были посвящены астрологии. Вы знаете прекрасно, что все это и с астрономией связано непосредственно. Стоунхендж, пирамиды, множество-множество таких вещей, в которых задействована геометрия, алгебра, математика, география, да все что угодно. Они также связаны с астрологией. В частности, строились с астрологическим мотивом. По сути, астрология в некоторых цивилизациях, она служила как бы как астрономия полностью. Только вот из тех наблюдаемых результатов делались неправильные выводы. Вот и вся разница. То есть мы как бы делаем выводы физически, если звезды видны, если они там вращаются или какой у них спектр, то такой-то у них состав, так-то давно свет до нас доходит, ну и все такое. А они делали лишь тот вывод, который приводил к, ну понятно, приводил к обозначению, к обозначению там, допустим, каких-то вещей, которые абсолютно не связаны с звездами. Ну то есть судьба человека или еще что-то. Хотя по сути-то, по сути, с той же луной связаны приливы. Это само собой влияет на Землю, само собой влияет на жизнь людей. Потом солнечные бури, которые влияют снова на наше настроение, состояние, вплоть до состояния системы, системы электропитания. Все это взаимосвязано, но не в той мере, в которой следует астрология. То есть вот такая разница, которую необходимо понимать. Так-то вот, друзья-товарищи. В остальном же, в остальном, вы видите по карте, то есть мы потихонечку продвигаемся, но самое главное, что у нас пока эльфы не трогают. У них очень, ну очень серьезные проблемы. И это радостно. Ибо это как раз та фракция, которую необходимо уничтожить в ближайшее время. Один из первоочередных факторов уничтожения. И эти ребята должны поплатиться за все то злое, которое они совершили раньше против нас. И эта расплата должна быть существенной. Как-то странно получилось, они теперь засели в городах, Дейл. Гарнизона хватает, очевидно, да? Перестали потихоньку тянуть, хотя возле Арава там достаточно войск, но перестали потихоньку тянуть в ту сторону. Видимо, мы их же ослабили, ну то есть мы туда перестали захватывать. Они, вернув себе провинции, пошли по каким-то своим нужным направлениям, пустили эти войска. Ну ничего, сейчас мы одновременным таким марш-броском захватим и Арав, и Дарвинион. И будем дальше, дальше, дальше давить. А там Стим жестоко, а там Стим Дейлу. Так-то вот. Я уже затрагивал астрологию христианства, да? У нас захват поселения. Ронавост. Награду мы получим у лучших воинов Средиземья. Это тех же самых, как бы, блин. Ага, Ронавост это эльфийская последняя, которая здесь сосредоточилась посередине. Но ничего. Давайте попытаемся его захватить, почему бы и нет. Ой-ё, Территорони бунт. Это с какого такого беня? Вот чё там? Совсем сбесились все. Затраты лишние нам творят, гады. Ну давайте переобучим. Ой, ещё можно нанять здесь. Хорошо. Потихоньку, вы видите, вырисовывается что-то. Появляются города, в которых мы можем нанимать гарнизоны. Это позволяет нам формировать из нескольких городов, которые в тесном сотрудничестве находятся по тем направлениям. Какая красотища. Смотрите, ещё и Алахаев, и троллей. Всё, я верю в наше будущее. Все скептики посрамлены. Мордор выигрывает. Ребята, побеждает однозначно. Безусловно, стоило нам дорого давить Дейл, но мы его давим, и он потихоньку спускается вниз. Само собой, легко это не удастся. Особенно меня интересует важная составляющая. Это захват вот этих нескольких городов. Так, один этап уже пройден. Ого. Здесь всё больше и больше войск появляется. И вот этими тремя стэками мы должны пробраться и к Быстрице, и к Эсгароту, задавить полностью Дейл и лишить их вот этому вот конгломерату городов. Блин, отступил. Я думал как раз такими тремя стэками подавить. Ну, пускай. Окей, у нас есть возможность дойти и сейчас подраться уже на поле боя. Серьёзным образом. Или хотя бы осадить Арав, пускай сами нападают. Ага, не дойдём. И да, придётся ждать следующего хода, но ничего страшного. Можем и подождать. Почему бы и нет. Да, можно подумать, я так испугался этих плохих отношений с гномами. Рано или поздно мы же дойдём и до гномов. И нужно будет снимивать. И мне уже не терпится, когда мы сломаем этот хребет. Да и лиски, а буквально он как хребет выглядит, эти города по речке. Тогда доберёмся и до гномов и посмотрим уже на их херды. Как они без кавалерии выкручиваются, вот что мне интересно. И с лучниками, что у них тоже интересно. В том смысле, что, ну, как бы есть же прохождение, да, там. По третьей эпохе. И там, ну, можно увидеть, как они всё это делают. Но мне самому интересно опробовать это на поле боя, чтобы почувствовать взаимосвязь и взаимозависимость этих всех явлений. Окей, пошли дальше. По ходам. Лесные эльфы от нас что-то хотели... Ого-го-го, запросили. Хорошо, ладно, пускай вам перемирие. Ладно. Я сейчас добрый. Пока живите, вас всё равно съедят оркинг-листы. Гор, вы настолько уже незначительный никчёмный противник, что даже не хочу на вас обращать внимание. Вы просто грязь под ногами Мордора. Вы низменные твари. Бледные, уродливые, вытянутые твари. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Едет поезд запоздал. Это по поводу роста эльфов. Они же высокие. Тётенька, снимите воробушка с дерева. Вот что я хотел бы сказать эльфийкам. Радуйтесь, пока есть возможность. Здесь тоже растут возможности найма гарнизона. Тут тоже. Короче, мы на всех пора. Стремимся в великое, могущественное, передовое будущее, которое принесёт нам только радость. Давайте я вернусь к астрологии. В общем-то, по астрологии ещё очень важна её взаимосвязь с религией. И тут религия, но это я больше про некромантию буду говорить, когда буду говорить. Иудаизм, вы знаете такую штуку, но там ещё не только иудаизм, а и ответвления его. Мистические, каббала, каббалисты и так далее. Все эти вещи. Но это отдельный вопрос. Факт в том, что иудаизм связан, ну, сама Библия вообще, иудаизм и христианство, как тоже еврейская религия, христианство, безусловно, они тоже связаны с этими астрономическими явлениями. Хотя в Ветхом Завете этому уделяется намного больше внимания, но христианство, ведь оно основано частично и на Ветхом Завете, вернее, даже очень сильно опирается. Та же книга Бытие, ну и другие вещи, тоже обращают внимание на взаимосвязь небесных сфер со судьбами людскими. И это зачастую применяется как оправдание вот этого вот сплава христианства с астрологическими некими верованиями. Так, 1107, 653, 160. Такая вот у них шняга. Конечно, сильные, сильнейшие войска. Но я не буду спешить. Мы сейчас посмотрим, что и как творится здесь. Ой-ой-ой, да войску Дейла не занимать. Это мы будем биться еще жестоко. Еще какое-то время будут эти проблемы происходить. Но у нас тянутся дополнительные стеки. И посему есть надежда на то, что рано или поздно посветлеет здесь. Вернее, почернеет здесь. В отличие от этого сжиманного синего цвета. Изменится колоритность областей. И мы сможем заявить, что это наше. Такие вот вещи по поводу религии. Ну и иудаизм, буддизм, все остальные. Многие религии вы тоже там найдете элементы астрологии. Важная штуковина для человека. Почему? Потому что звезды вели нас через моря. Звезды позволяли нам надеяться на нечто большее. Светили нам ночью. Фактически позволяли нам ориентироваться в пространстве. Не только по морям, а и по остальным вещам. И поэтому были неотъемлемой частью нашей жизни долгое-долгое время. Ху-ху-ху. Какие же у вас показатели сумасшедшие. Рун начинает тоже выравниваться. Мне самое лучшее, это было бы закорешиться с руном в союзе и вместе заварить харат. Вот это было бы дело. Это я, конечно, наперед забегаю. Но все же. Фух, смогли отойти, а эти еще притащили войск. Друзья, боюсь, следующие ходы будут весьма напряженными. Эта битв будет громаднейшее множество. Бесчисленнейшее множество. Такие-то вот кренделя. Хорошо, у нас такие серьезные пареньки уже готовы сформировать новый стейк, который отправится на фронт и будет выполнять свою жестокую миссию. Но... Но что-то меня не радуют эти стягивания. Что ж, в первую очередь давайте постараемся возле Арава разобраться со всеми проблемами. Полностью разрушить до основания, уничтожить все войска, которые тут скопились до последнего самого солдата. Мы должны их истребить, без исключения. Не знаю, хватит ли наших стеков. Должно хватить, по идее. Вообще-то. Мы должны это сделать. Обязательно. И как же это сделать лучше? Я даже не знаю. Может быть вот так постараться как-то закорешить одно из войск возле Арава. Хотя нет, не получится. Но если это вам подключим и сейчас вот так сделаем. Нет, не этим стеком мы обязаны просто убить. А вот этим. У нас тут два Алакхая. Но что поделаешь. Ничего страшного. Пускай они потери понесут. В остальном у нас все будет окей. Я просто не хочу с этой мелочью сражаться в городе. Ну ё-моё. Еще и Афатуды разные такие ребята. Надеюсь, главное, что наших Алакхая в 152. Ну, вроде бы не сильно большие потери. Надеюсь, наши тролли не пострадали в том основном стеке, который главный. Это самое главное. Уничтожить. 9, 9, 7, 9. Нет, не пострадали. Ну и хорошо. Так. Остальные стеки по сути меня не так интересуют, как тот один-единственный. Теперь все это соединить, переформировать и бросаться на новую амбразуру. Бороться с тем, что остается. Вот тут такая своеобразная драчка получилась. По 200 человек у них в обойме. У нас один нас был. Ну, понятное дело... А, 400 здесь. Нет, не 200. Здесь 400. Здесь 400. Можно, правда, подкрепление сюда кинуть. Хотя, зачем? Смысл. Слишком много войск. Опять нам не будет необходимости их попускать. Допускать, вернее, на поле боя. То есть, они могут в запасе себе спокойненько держаться. Поехали. Давайте уничтожим эти три отряда. И у нас останется всего какая-то мелочок. Ну и потом на подходе само собой новые и новые силы у врага. Так-то. Что ж, пожалуй, понятно, да, почему астрология это не наука. Методология у нее, она не основывается на категорических фактах. То есть, ничто не проверяется, просто интерпретируются данные как попало. И зачастую эти данные имеют нестыковки. Они вообще не имеют никакой четкой определенной методологии проверки. Поэтому астрология абсолютно законно относится к лженауке. Так и называется. Ну а по поводу тех совпадений, что иногда что-то угадывается, я уже говорил, что все это причины и следствия и это как бы совпадение того, что процессы, безусловно, должны трактоваться одинаково, ибо у нас та реальность, с которой мы живем. Ну а по поводу положительных моментов, типа как бы прослеживания даже в зависимости от месяцов, что люди похожи по характерам или еще другие. Многие-многие нюансы. Это как бы сказать уже это линия обратной, обратного следствия. То есть выходит, что астрология теперь и имена, которые даются, они обратным образом формируют причинно-следственную связь с характерами и именами. То есть социум и как бы ну что не рожа, то есть и рожа есть различные такие выражения там и другие тоже вещи, которые касаются определенных имен. Поэтому вот это вот сама социальная составляющая. А ну, а ну, 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 ну! Красавцы! Ну прорвитесь же их! Ого! Такой серьезный они блин, устроили. Разгон. Те почти дрогнули, но все же нет. Выстояли. Эти дурачки поперлись сюда катапультой. Дурачки вы дурачки. Ну и зря. Сами виноваты. Сами же не сможете стрелять. Это ваши проблемы. Безусловно. Сейчас, правда, подкрепление подходит. Я надеюсь, что мы успеем еще и стрелков занять, типа они причиняют нам ущерб определенный. Ну-ну-ну, да, побежали. Правильно, они теперь не могут. Да, красавцы! Смогли чуть-чуть еще и смять ряды. Ого-го-го! Да, натиск серьезный. Только, только, только... Ой-ой-ой! А вот это плохая штука. Ковина, назад, назад, назад отходить. Нет, только не наш... Фу, вражеский полководец. Хорошо, но, 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 не, не, ни в коем случае. Не... То, чтобы они не попали. Вы что, издеваетесь? Отходим, отходим, обязательно. Должны выжить все черные нуминорцы. Еще и с той стороны нужно учитывать. Идет какая-то фигня еще и с катапультой. Вот что не отряд, то катапульта. Дейл роскошно существует и живет. В каждом отряде у него катапульта, спокойно себя чувствуют. Никаких стеснений, молочаги, однозначно. Финансовых трудностей не возникает у ребяток. Вот так, да, я этих сразу не задействовал, но надо было мгновенно провести такую ситуацию. А ну? Еще разок, да, правильно, сломили их. Кто у нас еще там? Да, вот эти еще стрелки. Ай! Больно, больно было. Черным нуминорцам. Ого, десятку скосили за выстрел. Ну вы что, издеваетесь, речная стража? Ненавижу речную стражу больше всех. Даже больше хир, да бардингап. Как больно. Сволочи, эти речная стража. И они здесь не одни, там и больше есть. Все, надо отступать, иначе... Ой-ой-ой. Иначе мы такой ущерб понесем, что больше нас ничего не останется. Какая-то лошадиная сила, еще кавалерия здесь. Да что ж такое, у них куча различного войска, и все они как-то с разных сторон подбегают. Ну-ну-ну, почему-то наших уничтожают. Все, я уже подключаю троллей. Нет мочи смотреть на то, что происходит. Пускай они домалывают солдат. Ну, а наш Назгул простился почти со всеми черными нуменорцами. Увы, жаль, но это факт. Странно смотреть на шкалу выигрыша. Вроде бы полностью все на нашей стороне, а все равно здесь дофига еще с кем сражаться. Остается. Тролли свое дело делают. Хорошо. И эти тоже бегут. Ну, давайте же, давайте их, прекратите. Их бренное существование. Вы этих съешьте, здесь тролли добивают. Ну, все, все. Но все равно нужно следить за полем боя. То есть, вот такой парадокс интересный. Все, все, а не все, на самом деле, оказывается. Еще есть с кем сражаться. Пошли тролли. Хорошо. Сейчас они тут порядок привлекут. Надо отвезти нашу пехоту. Нечего здесь попадаться. У меня такое впечатление, что, в принципе, это тролли могут и своих повалить. Опять же, речная стража, и опять они сейчас закинутся чем-то. А нет, разбегаются. А, эти спокойно стоят, уже добили. Ну, так давайте их полностью уже. Сокрушите. Катапульта как будто какой-то хирт бардинга. Стоит и стоит. Да заколебали вы со своими, блин, супер залоченными на мораль войсками. Расстрел, расстрел. Так, назад, 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 назад. Ребята, то, что вы будете бегать, это будет бесконечно. Вы никак со своей весовой категорией не сможете догнать шустрых дейлицев, которые вроде бы сначала были браво-браво, а потом начинают на все три стороны утекать просто-напросто, бежать, куда глаза глядят. Ну, добейте эту сволочную речную стражу, как она меня бесит. Это что такое? Так, ладно, я смотрю, пока они ударились. Надеюсь, это генерал вражеский. Ну, по-любому должен быть вражеский генерал. Это бред, если кого-то из наших убили. Да, вражеский военачальник. проблематичный этот Дейл. Конечно же. Ну, по астрологии, по доказательствам в отношении астрологии, я думаю, что все ясно. Если эффект Марса, Луны или каких-то других вещей есть, то он есть. Он физиологически чистый и прослеживаемый. То есть, тут никакой мистики, никаких каких-то сумбурных решений или еще каких-то вещей нет. Это все элементарно объясняется физикой, взаимодействиями чисто даже визуально видимыми и регистрируемыми приборами. Никаких тут дополнительных теорий строить не стоит. И сразу же это нивелирует якобы вот с точки зрения тех, кто увлекается астрологией доказательства ее подлинности. Не надо путать. То есть, с чем это сравнить? Ну, сравнить, я не знаю. С тем, что... Блин, даже так быстрые сравнения не подберешь. А, да, сейчас сравню. Есть такая фишка в интернете, как начинают типа таблетки или лекарства как-то... Блин, подождите, как же это? Записывают на диски и потом оно как-то лечится. Типа прослушиванием этого диска лекарствами можно лечиться. Ну, такая разводка офигенная. Это такая одна из последних разводок интернетовских вообще. Ну, и покупают люди, главное, эту пургу. Вы понимаете? То есть, то, что там на диск записывается состав лекарства, ну, да, это правда, правильно читается, на диске, правильный состав лекарства, без проблем. Однозначно. Это правда. Но то, что оно лечит, мне кажется, это надо быть совсем уже больным на голову, чтобы в это верить. Соответственно, даже если в какой-то, в любой вообще неправде, есть какая-то фактическая точка полуправды, то есть, как бы это сказать, правдивое основание. Но это не значит, что это вот полуправда или ложь является хоть в какой-то мере правдой. Совсем нет. Абсолютно это так не присутствует в реальности. Но все. Мы завершили эту битву, я надеюсь, уже покончательно. Да. 174. У врага намного больше. Мы достигли своих поставленных целей. Полностью. Люди сейчас боятся и не доверяют эльфам. Вот правильно, кстати. Фармер заметил. Это действительно факт. Абсолютный причем. Потому что людям эльфы никогда не были союзниками. Лишь врагами. Казнить всю эту шелупонь. Отлично. Мне больше всего нравится, когда валятся эти твари дешевые. Супер. Ну и все. По сути все. То есть на этом мы с вами эту серию завершаем. Ну и в следующий уже цикл будем говорить совсем о другом. Или об алхимии, или о некромантии. Может быть о каких-то заклинаниях поговорим подробнее. На этом я пока что прощаюсь.